Всё, выключай. Сейчас, подожди, 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 подожди. У нас возникнет проблема. Вот, да, вот это соль. А там ещё должен быть... Потому что в прошлый раз я заварила с пакетиком соль. Да, с пакетиком соль я заварила. Можно 2 ложки провести, раскопки так что-ли. И посолим все аккуратно. В этом есть что-то. Здравствуйте, друзья. Сегодня история о том, как Кэп заглянул в фирму с нитки и объяснил, что у них дорого. Ну, наконец-то. Вообще, люди, которые делают с нитки, выглядят совершенно адекватными. И я думаю, что они с самого начала понимали, что продукт дорогой. Но сейчас они предприняли реальные шаги по тому, чтобы сделать ситуацию для покупателей более доступной. Прежде всего, они стали выпускать более экономичные, большие версии. И вот сегодня я хочу рассказать, а потом показать, мы всё в походе попробуем, большие версии блюд. Прежде всего, супов. То есть, вот есть суп гороховый, копчёностями у них вышел. Три порции. После восстановления 750 граммов. Борщ, опять же, да, 750 граммов. Большая упаковка. Но это, наверное, так очевидно совершенно. Ну, правильно, к ним же Кэп заглядывал. А вот другая история. Наконец-то они меня услышали. А может быть, не меня. Может быть, сами приняли такое решение. У них появились блюда, которые можно использовать как заправка. И это снижает стоимость продукта, не влияя, в общем, на вкусовые свойства и вес. На мой взгляд. Значит, какая история. У них появились, по сути, свои заправки. Причём заправки как в малых, так и в больших упаковках. Как это реализуется? Мы уже целое меню собрали такое на кипятке, когда делаются какие-то либо хлопья, либо быстрые макароны. Не бомж-пакет. Хотя, если вы их большой любитель, бомж-пакет, то пожалуйста. Я считаю, что это бомж-пакет и, в общем, зло. А, например, вот есть Макфа-экспресс. Макароны, которые завариваются кипятком. Их нужно чуть-чуть, буквально минуту подварить, и они готовы. Это нормальные макароны, вполне полноценные. Или какие-то гречневые хлопья. И добавить к ним вот как раз сублимированную заправку. И вот такая заправка стала появляться. Что это? Это прежде всего чахахбили. Вот она идет в больших пакетах. Давайте глянем, что там у них. Лук, перец сладкий, томаты протертые, паста томатная, соус ткемали, куриное филе, сметана, паприка, чеснок, соль, перец, кинза. То есть, ну, это вот такое вот блюдо традиционной грузинской кухни. Не жри штадали, а чахахбили. И вот туда вы закладываете, уже приготовив эти макароны, хлопья, не знаю, еще что-то, закладываете такую заправку с соусом, с мясом. И по сути своей у вас получаются такие же сублиматы, просто макароны вы не сублимируете. Таким образом создается экономия. Такой сублимат при расходе на весь поход вам нужно, по сути своей, купить, ну, такой вот, если один большой пакет, ну, наверное, несколько блюд и чередовать их. Но, тем не менее, вам нужно купить значительно меньше сублиматов и заплатить существенно меньше денег. А хватит нам больше времени. Что еще у них есть такое в качестве заправки? Вот еще к нам пришло чили кон карне. Здесь фасоль, кукуруза сладкая, форш говяжий, перец сладкий, петрушка, гвоздика, мята, мускатный орех, перец чили, зира, кориандр, соль, перец черный. Ну, это для любителей остренького, но вполне такая тоже, по сути своей, можно есть, конечно, и сразу, а можно сделать заправку в еду. И без мяса, но относительно, тоже можно делать как заправку, это лобио, и тоже вот оно здесь, в большой упаковке, тоже ее можно использовать. Получится, ну, например, какая-нибудь каша или какие-то хлопья с фасолью. Это, если кто мясо не ест. Хотя я, например, ем мясо, но лобио тоже люблю. Вот, оно может быть вполне заправкой. И, как я понял, еще будет целая серия у них выпускаться вот таких вот заправок под, даже вот у них называется рагу баланьеза. Я так понимаю, что это вот как раз та заправка, которую делают макароны баланьеза. И получается вполне сопоставимое с тем, только они не сублимируют макароны, а вы, соответственно, за сублимированные макароны не платите. Хорошая история. Ну, как я уже говорил, здесь может быть любая либо каша, либо наоборот хлопья. Почему бы и нет. Вот. Ну, и еще некоторые новинки, которые тоже по случаю к нам заехали, которые тоже мы попробуем и вам расскажем о своих впечатлениях. Суп марокканский хариро. Ну, это тоже на любителя. Но с мясом. Лук, перец болгарский, форш говяжий, чечевица, рисовая крупа, нут. Там одна паста, дальше специи. Ну, в общем, красота тоже, думаю, острая. Потом к нам приехали омлеты. У них есть омлет обычный и омлет с грибами. Тоже, несомненно, можно попробовать. Это, мне кажется, хороший вариант и для завтрака. Ну, а может быть, кто-то омлет хочет и на ужин. Ну, вот, вы знаете, я когда первый раз столкнулся с сублимированным омлетом, это было гала-гала, по-моему. И мне все понравилось, только там было 2 столовых ложки этого омлета. И он разводился, ну, в 4 столовых ложки. 4 столовых ложки омлета, это было вообще не в моем стиле. А здесь, ну, вот, большой пакет. То есть, мне кажется, что это должен быть достаточно объемный. Да, вот у нас здесь вес готовой порции 250 грамм. Вот 250 грамм омлета на утро, это вот прям даже хорошо. И еще у нас появились, значит, здесь еще один омлет. Ленивые глупцы. Тоже попробуем. Итак, вот у нас есть новинки. Мы попробуем их собрать в том виде, в котором и приготовить в походе так, как они должны быть. То есть, суп на большую компанию, а заправки отдельно в еду. Ну, и новинки тоже пойдут в дело. Все, уходим в поход. Точка застыла. Да, товарищи. Это точно не 715. Это не 615, тем более, да. Там 615 по факту. Сыпали от души. Добавить горячую воду в 615 миллилитров. Это она еще не разгорелась. А 615, а там что должно быть-то на 615? Я, кстати, подозреваю, что это написано на одну поход. Да, в большую. Я правильно понимаю, что самые умные люди в конце просят им налить? Ну как? Ну, это суп овощной с мясом. Ну, вкусно, но это не борщ. Вообще, ни в одном глазу не борщ. Даже близко не борщ. Борщ офигенный. Рецепт непривычный. Да, вот там внутри поглотитель, соль. Очень правильно. Ну, то есть интересно. Она уничтожает, что она уменьшилась. Представляешь? Хочешь разобрать до конца? Так будет неудобнее. Так, сколько тут нанимаешь? Я думаю, что до обеда буженину не будет. Опять 190-200, опять выйдет суп. Она будет с омлетом. Это сублимированный омлет? Да. Можно этот пакет буженины просто в внутрь положить. Так немало омлета, я бы сказал. Покупка масла и всякую длину. Ой. Это не моя. Я сразу почёзываю на субботу. Не понял. Хороший омлетик. Так будто только что приготовили. Вот здесь мы завариваем чахагбили. Вот здесь мы завариваем чахагбили. А отдельно Оля готовит макароны. И использует чахагбили как заправку. Можно ложку мне помешать? Можно. В общем, этого человека на три хватит заправки. Ну, Оля так не думает, конечно. Оля, скажи, пожалуйста. Вот ты познакомилась с новыми продуктами у снитков. Давай вот по порядку попробуем разобрать. Как тебе идея заправки? То есть ты берёшь совсем немного сублиматов и добавляешь их как к гарниру какому-то блюду. Ну, в целом неплохо. Во-первых, потому что можно на большее количество порций разделить один пакет. Во-вторых, ну, не всегда хочется, знаешь, очень сильно наедаться. А это такое, ну, получается более лёгкое блюдо. Поэтому почему нет? Собственно, мы так и раньше делали. Ну, да, да. Так с другими продуктами. А вот ты попробовал новые вещи, например... Чахагбили. Чахагбили и омлет вообще как новое блюдо. Как тебе? Омлет вообще очень удивил. Ну, потому что ты его заливаешь, и там действительно у тебя омлет. Вот он такой омлетистый омлет. Даже с пригаренками совсем. Это необычно, вкусно. В общем, такое я точно буду брать себе на завтрак. Ну, а я, как руководитель, собственно, молодёжного объединения, где мы входим, с которым мы ходим в походы, всерьёзки приветствую появление больших порций, которые можно сразу разделять. И если там написано три порции, не-не-не, не обращайте внимания. Пять-шесть совершенно спокойно. Они как бы берегутся. Вот то, что у нас получилось по супам, можно было разводить значительно жиже. Так что, ребята, спасибо, хорошая история, правильное движение, я бы сказал так. Друзья, есть ещё один способ сэкономить при покупке снитков. Дело в том, что фирма Снитки представляет промокод нашим подписчикам, нашим зрителям. И в описании ролика вы можете найти промокод, который составит скидку 15% на продукцию снитков. Но этот промокод работает при заказе через ВК и Инстаграм. А у них, собственно, сайта нет своего. И не работает с Азона или с каких-то других магазинов, типа Каша из топора. И у них есть ограничения по заказу, минимальная сумма. Но, тем не менее, 15% это таки, боже мой. Хорошо. Мы вносим этот промокод в наш почётный список скидок и промокодов для подписчиков канала. Всем хороших походов, всем приятного аппетита и до встречи в поле.